Злобная Росомаха, поговорим о рестлинге. Вот не хочется порой докапываться ни до кого, ни до чего. Но вот нет повода, и ладно. Делают потихоньку, пускай. Ошибаются, ну и слава богу. Но вот мимо псевдо-фьюда двух комментаторов пройти никак не могу. Если вы пристально следите за трансляциями WWE, ну просто я-то нет, вы могли слышать, как регулярно и жестковато Кори Грейвс рубил Букер Ати. Не, Букер далек от статуса самого вменяемого человека. Бывали ошибки, бывало заговаривался, бывало несет ахинею, дикую, пусть и симпатичную. Поэтому в принципе-то с Грейвзом можно было не то что согласиться, а еще и поддержать. Но тут же ведь Букера из комментаторов убрали, и сразу понеслось. Букер Ти угрожает свернуть шею Грейвзу. Кори Грейвс что-то лопочет в ответ. И проблема не в том, что Грейвза снова занесло, а Букер просто деда. Проблема в том, как легко это было подхвачено. Мол, действительно, конфликты есть, держите меня семер, они сейчас подерутся. Никаких разногласий. Все исключительно на уровне сюжета. Но сюжеты ли? Давайте разберем, что такое сюжет. Ради чего все это затевалось? Кому это помогло? В любом сюжете должен быть герой и антигерой. Должны быть завязка, кульминация, развязка, злодей повержен, добро торжествует. Ну так должно было быть, пока не появился Винс Руссо. Ну а если вкратце, любой сюжет должен кого-то продвигать. Вот кого продвинул этот псевдосюжет? Кому он помог? Прибавил прослушек подкасту Букера? Ну это очень ценно, да. Или плюс 30 подписчиков в Твиттере для Грейвза? Не подменяется ли личная шерсть общественной? Нет, я совершенно не против, что рестлеры используют свою популярность в соцсетях для дальнейшего преувеличения своей популярности. Но конечная-то цель какая? И при чем здесь рестлинг? Давно возникает мысль, что в рестлинге, ну в том же WWE, давно создают звезд недостаточно больших, чтобы строить на них будущее, какие-то эпохи, но при этом существенно более крупных, чем те были до того. В результате, для любого рестлера WWE это шаг наверх, но для WWE любой рестлер это топтание на месте. Не, мне совершенно не обидно за акционеров и руководство WWE. Мне обидно, что ресурс, богатейший ресурс, который существует в рестлинге, тратится на соцсетевые драмы, где в пределах своих твиттерочков все короли и царицы, а стоит выйти за границы этого теплого и уютного мирка, внезапно выясняется, что сам по себе человек ничего не стоит. Из 100% твоей популярности это 15 секунд, которые тебе бросили в WWE, из-за которой рестлер потом цепляется, как за последнюю соломинку, боясь креативить, боясь творить, а лишь пихая везде под нос вот эту плашечку из твиттера, на которой написано «Работал в WWE». Слишком серьезно? Ну, возможно. Но, знаете, заколебала эта эпоха посредственности и трусости, а еще больше заколебали эти пустышечные терки в твиттерах и фейсбуках. И пока не грохнула очередная соцсетевая драма, я выписываю Букеру и Кори, минус 6 звезд от VSPlanet.net, и прошу об одном. Пожалуйста, не опускайтесь до уровня малолеток в твиттере, хотя бы до следующей недели. Злобный Росомаха. Услышимся.